Привет, дружочки-пирожочки, это Сафронов, и я нашёл для вас самый упоротый набор ФНАФ. Сейчас вы поймёте, пока вы ничего не понимаете, пока вам кажется, что всё хорошо. И вот этот набор ФНАФ Секьюрити Бридж может быть выглядит именно так. Думаете вы? Думал так и я, но нет. Я купил этот набор на Озоне за 1300 с чем-то рублей, и что же в нём такого? А в нём, на самом деле, он круче, чем здесь. Вот здесь больше фигурок, чем вот это количество. Здесь больше фигурок, чем это количество. Я сейчас вам его вскрою, и буду показывать вам фигурки по мере преступления какого-то, знаете ли? Давайте сейчас я буду вам показывать. А вы мне подскажете кое-какие-то персонажи. Итак, достаю, о боже, палету с фигурками. Целая палета. Тут как набор шоколадных конфет, но начинка у них Г. Начнём, пожалуй, пожалуй, начнём. Ну, для начала. Знаменитый персонаж в Секьюрити Бридж. Свинтус. Свинтус, Свинт, я забыл, как его зовут. Но Свинт с балалайкой, конечно же, не Секьюрити Бридж. Вот такая вот фигурка, которая ничего не делает. Просто она такая статичная фигурка, но довольно забавная. Может, хотя бы стоит. Да, мы будем добавлять, давайте, сюда этих замечательных персонажей. Далее. Секьюрити Бридж. Знаменитый персонаж. Пират Фокси. Со звездой, с попугаем. Боже, это не попуга. Что? Что? А? Да. Вот такого цвета какашечного у нас в Фоксе. Ну, естественно, одна нога, что поделать. Дальше, смотрите, нас не обманули. Это абсолютно точно набор по Секьюрити Бридж, потому что здесь есть Монти, Монгомери, Гаттер, крокодил. Опять с укороченным носом. Видимо, он не влезает. Мне-то сделать голову в сторону повернуть. Просто, ну, типа, он же у него длиннее нос. Почему ему делают, он его такой курносом всегда? Он похож на зеленого бегемота теперь какого-то, а не на... Предлагаю ФНАФ взять на вооружение идею. Пусть будет зеленый бегемот. Новый у них такой персонаж. Столько наварили денег на создателей ФНАФ, на их идеях китайские подельщики, что, ну, я говорю китайские подельщики, делают это в подвалах Китая. Вот это поддельные, не настоящие, не оригинальные фигурки, не имеющие никакого отношения к игре. Просто они увидели образ. Сделали, как-то тяп-ляп, залили самым дешевым, токсичным, вонючим пластиком и продают за кучу денег относительно того, что этот мусор из мусора, пластик, ну, я не знаю, из использованных уток больничных, возможно, продают потом людям. Ну, вот, и вот такие наборы. Security Breach. Ну, опять же, смотрите, вот тут Бобёр. Бобёр, например. Нет, тут единственное, чем этот набор прекрасен, тем, что здесь куча фигурок, за эти деньги просто невероятное количество, их можно перекрасить, их можно положить куда-нибудь на балкон, на улицу, пусть они выветрятся, и их можно перекрасить. Ссылку я на этот позор, правда, оставлять не буду, но вы увидите по количеству фигурок и по коробке, если забьёте FNAF набор, здесь он не вылезал, ему отрезали шляпу просто вот так вот, типа не загнули, ничего, просто отрезали. Вот видите, тоже слишком большая шляпа. Тому морду, этому шляпу обрезали. Кому ещё что обрезали? Давайте посмотрим, есть ли кто-то ещё у нас с обрезанным чем-то. Сейчас самая крутая поддержка от тебя, это подписка на Яндекс.Дзен. Просто ролики будут выходить там точно. Если YouTube заблокирует, то там будут ролики. Ну а если ты уже подписался на Яндекс.Дзен, то подпишись на Телеграм, или подпишись и там, и там, и везде подпишись. Все ссылки в описании. Спасибо, человеческое. Так, дальше. О, опять Security Breach. Рокси. Роксана. Роксана. Да, во-первых, да. Во-вторых, значит, у Роксаны у нас клавесина, или как это называется, пианино какой-то такой, гитара-пианино. Они даже попытались покрасить все это, видите, даже где-то попали в цвета, ну, как минимум, зеленые у нас. Эти как будто залиты вот так вот красками, на кого-то тут, на кого-то вот так вот. Здесь хоть покрасили, да, ну, пытались что-то сделать. Вот. Ну, фигурки, конечно, через одного стоит такая лежачая команда. Да, в домино можно играть. ФНАФ домино у нас здесь будет. Погнали дальше. Что, кто же здесь... Ой, кто же у нас... А, кто здесь на таких ножках, крёшках, да? Ножки, спички, подогнутые невелички, с серебряной рукой. Фредди! Более странного Фредди я не встречал еще. Вы посмотрите на его щечки. Так и хочется потискать за эти щечки просто. Какие-то прыщи, а не щечки. Тут что с его лицом? Что с его ногами? Почему он как будто в трусах стоит, знаете, такой безумный? Дед, выпей таблетки. Вот выглядит как какой-то такой... Знаете... Челюсть вставная. Знаете, мы в девятой части такое творили... Хо-хо-хо-хо! Эй, кто дал деду микрофон? Выведите его из зала! Что? А? Что ты сказал? Зала? Да, не зала, а зая. Ха-ха-ха! Вот это я отмочил. Да, и... Ой, нет, я обмочил. Станишки надо переодеть, простите. Ну, короче, это какой-то позор. Это Фредди в трусах, реально в памперсах вышел. Престарел. Ну, зато вот такого контента где вы еще увидите? Крэм, как в этих наборах. Оригиналы вам не дадут такого. Да, какой прелести. Конечно же, здесь есть... О, еще один в трусах. Еще один в трусах. Что у них за трусастая команда? Реально, это дом престарелых. Набор... Дом престарелых... Надо так им назвать. Набор стариков из аниматроников. Из ФНАФ. Главное, такой желтый хобот. Вот посмотрите, они вот постарались, такой хобот ему рисовали. Такие... Ох, покрасим. Хобот прям целиком ему прям... Да, даже слишком. Даже ляпнули назад уже. Хобот еще сзади. Тут шлепок краски тоже пусть будет. Да, вот такие дела. Этим все еще не заканчивается. О, опять, security breach. О, Венни. Значит, наша Ванесса Венни. Вот в этом вот. Но ей повезло больше всех. Она просто нормально с этим телефоном в руках. Или пультом, что у нее там. Вот такая вот. Правда, шарниры в ногах говорят о том, что они делали ее, отливали, взяли фигурку, укопировали, уменьшили. Потому что это не персонаж... Зачем? У нее же не роботизированные ноги. Она человек. Почему они не сделали просто костюм? Потому что они сделали ее из фигурки. То есть, была фигурка большая. Сделали скан. Пресс-форму уменьшили. И получилась вот такая вот. Дальше вообще внезапная тема. Фредди Крюгер отдыхает. Просто здесь. Жутко. Жутко от того, что как они покрасили и как это выглядит. Да. О, боже. Здесь еще пачка сзади разошлась. Ноги уже... Да. Но это, слушайте, самая криповая фигурка этого персонажа, которую я только видел. Самая жуткая. А да-да. Это такое. Не заканчивается. Вы поверьте мне, что это вот гора фигурок. Это еще не конец. Потому что у нас здесь продолжается... Секьюрити Бридж. Чика. Вот просто вот такая белоснежка. Чика, ну, только сзади ее. Здесь, наверное, трусы у нее здесь испачканы. Голова испачкана. Вот. Ну, зато вот гитару покрасили. Полосочки нарисовали. Реснички нарисовали. Вот белый клюв. Ну, нормально. Вот такая вот Чика. Я художник. Я так вижу. Решили на заводе. Думаете, это все? Нет. Продолжаем. Ну, давайте. Самый главный... Самый известный персонаж из Секьюрити Бридж. Белка? Как его зовут? Гипнобелка какая-то из какой-то части. Напишите. Я первый раз зато... Я ни в одном наборе поддельных не встречал его, эту фигурку, ни разу. Это просто великолепно. Просто, что она здесь есть. Просто для любителей, ценителей. Посмотрите. Его лучше всех сделали. Аккуратнее всего покрашено. Глазки, бабочка, эти все узорчики. Самая аккуратная фигурка из всех. Почему? Он удостоился такого внимания. Это как остальных наляпали бог знает как. Например, наляпали финального нашего сегодняшнего героя. Я даже не знаю, как это сказать. Персиковый Фредди. Ти, мой божечки, ты какой ты миляшка. Господи, мой божий мой. Ты посмотрите. Ути-пути. Ути-кути-кути. Кусь. А-та-та. О, боже. Вот на Фредди. Они вот такие здесь поработали, а тут устали. Здесь такие нарисуют. Да ладно, давай так. Поэтому не докрасили ему ботинки здесь. Здесь выглядит как будто кровище. Ничего, не микрофон, ничего. То есть это... При этом у нас здесь есть и вот этот Фредди. То есть у нас здесь, понимаете, какой набор невероятный. То есть это я в молодости, это я в старости. Он, видите, покоричневел. Ну вот, постарел, пожухлел, похудел. И вот он в молодости, он таким себя вспоминает. А такой вот он... Сейчас, внучок. Детуля, кто тебя из больнички-то выпустил? А? Ну вот такая вот история. Вот такой набор. 1300 рублей, друзья. Вот эта коробка вся стоила. Невероятная история. Поддержите лайком. Поддержите подпиской. Сердечком, что где вы смотрите. Не знаю. На Яндексе, если смотрите, то там. На мне нравится. Нажмите. Или как там у них. В общем, везде нажмите. Всё, нажимайте. Везде скажите ура, ура. Мы посмотрели ФНАП. Хотим ещё дичи по ФНАП. Или хороших игрушек по ФНАП. И тогда я буду знать. Вы ставите лайки. Я снимаю новые для вас игрушки. На этом всё. Пока-пока.